здравствуйте коллеги с вами Исаков Роман компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня мы поговорим о том как заключать заключается ноябрь и заканчивается ноябрь что нам ждать в следующем месяце ну и безусловно разберем ключевые события которые произошли на этих выходных ну а прежде чем мы начнем не забудьте поставить лайк если вам нравится это видео ваши вопросы как всегда оставляйте в комментариях и так у нас заканчивается ноябрь сегодня фактически последний торговый месяц и есть некоторая информация которую я бы хотел с вами также обсудить и посмотреть ну во первых важно отметить то что индекс должен стал восстанавливаться и фактически в этом месяце мы все-таки смогли обновить локальный рекорд хотя до этого и индекс nasdaq сделал это за несколько месяцев до но здесь как раз важно отметить то что данная тенденция до данное обновление локальных максимум именно индексу долл джонс это именно больше индустриальный индекс и говорит о том что сейчас на текущий момент экономика готова к восстановлению ну и фактически рынок это отыгрывает поэтому фактически мы видим это и на котировках индекса долл джонс я также для себя добавлял в этом году ряд компаний которые входят в этот индекс они не показывают им какое-то очень активное движение но сейчас вот уже в ноябре это движение как раз было и отыграна а здесь также важно отметить то что в то движение то восстановительное движение которое было под долл джонсу именно в ноябре в этом месяце она была но практически самым активным за последние несколько лет и по приведенной статистике то есть это по моему с 80 90 годов самое активное движение по именно по индексу долл джонс и наверное что еще важно посмотреть в этом разрезе это то как вели себя компаний за последний месяц то есть именно какие сектора росли и мне какие сектора показывали лучшую динамику а соответственно если мы возьмем движение за последний месяц конечно это энергетика да мы видели восстановление и котировок цен на нефть об этом мы тоже поговорим чуть позже ну и в том числе нефтяные компании у тоже крайне активно восстанавливались и фактически энергетика финансовый сектор производства а показали лучшую динамику за ноябрь рост составил порядка 37 19 и 18 процентов хотя в годовом выражению то есть за текущий год пока на технологичный сектор он остается на втором месте а на производственные товары потребительские товары они прибавляют порядка 47 процентов за на последний год и энергетика пока все еще отстает ну вот понятно тех максимум которые бы начали года мы туда еще не восстановились но на если вероятность вернуться об этом мы говорим чуть позже а еще одна информация которая собственно появилась на этой неделе это последний ну то есть скажем последний аккорд трампа если можно так это назвать а это еще одна блокировка китайских компаний которые которые доступа американских инвесторам которым будет в ближайшее время закрыт эта компания 7c это крупнейший производитель чипов китайский и меня компания который производит нефть газ си-эн-о-о-си соответственно эти компании были добавлены в черный список тех китайские компании которые по мнению правительства сша собирают данные клиентов да и соответственно используют это в оборонных целях в данном списке уже порядка 30 компаний доставлены и этот список ведется с конца 90 годов то есть в этом случае сша ограждают до своих граждан от того чтобы их данные попадали в данные спецслужб а уже непосредственно китайский спецслужб но мы с вами понимаем то что гонка китая сша она продолжается китай может в ближайшие несколько лет выйти на первое место до обогнав сша обогнав европу и мне стать ключевой собственно державой которые который будет во внимание да и в производстве и ну в остальных аспектах то есть скажем так будет стороной номер один не понятно что сша тоже пытается себя от этого оградить но тем не менее то есть данный данное снижение но как раз уменьшить приток американских денег в китайские компании конечно это не относится ко всем компаниям но вот в определенный список этих компаний я попадают попали в данном случае вот эти две компании тем более что китай сейчас ведет активно фазу развития производства чипов до производства оборудования для интернет вещей и для прочих сопутствующих то есть технология в технологиях китай крайне преуспел за последние несколько лет и пока конечно сша остается на первом месте но на вероятность того что китай может обогнать сша нам на крайне высоко поэтому по крайней мере до того момента когда байден вступит в законные права да когда пройдет инаугурация на эти две компании будут находиться в черном списке возможно что-то байден с этого в этом случае поменяют а также важно отметить то что на понедельник вторник стартует переговоры опек плюс и здесь это тоже важно в разрезе того роста нефти который мы видели на последнюю неделю то есть фактически мы вернулись на те значения которые были а в марте этого года и собственно сейчас начинаются данные переговоры не продлятся два дня и дальнейшим решением того о чем ну собственно договорятся в рамках данной встречи будет понятно перспективы продолжения роста нефти его если брать прогнозы аналитиков то в среднем по нефти марки brent на 2021 год ожидают цену 50-60 долларов за бар то есть это не стоит они 120 здесь вряд ли мы такие цены конечно сможем увидеть но тем не менее снижение опять же добычи если оно произойдет или по крайней мере договорятся сохранять на текущем уровне то по крайней мере это даст определенные фундаментальные предпосылки нам на поддержание роста нефти поэтому за этим тоже мы будем следить и нефть уже начала сегодня на открытие корректироваться поэтому вполне вероятно что до момента принятия какого-то решения мы сможем видеть коррекцию по нефти затем уже продолжение роста ну или падение в зависимости от того что если будет опять же наращивать добыча это может произойти потому что есть позитив с точки зрения вакцины до рынке восстанавливаются и на ожидании как раз восстановились спроса могут и вновь вернуть скажем так увеличить и объемы производства но теперь давайте посмотрим какие события нас ожидают на этой неделе у нас заканчивается месяц поэтому мы ну вероятно как всегда сейчас я открою также экономический календарь и мы с вами и мы с вами посмотрим как раз что нас ожидается на этой на неделе ну и собственно начнем из календаря по календарю на этой неделе а сейчас я также поставлю по значимости по значимости у меня ставят все соответственно сегодня будут выходить данные по китаю да то есть индекс менеджера по закупкам производственные секторы в непроизводственном секторе то есть мы видим что текущее значение выше 50 хотя ожидается снижение до 49 в производственном секторе то есть значение ниже 50 она не является позитивным для рынка а также будут опубликованы данные по незавершенно продажам в на рынке недвижимости 1 декабря во вторник выйду данные по на индекс менеджер по закупкам уже от асм по сша здесь также ожидается на некоторое снижение но предыдущий показатель был 59 снижение ожидается до 57 меня в рамках допустимых значений а также будет выступление паула и выступление лагард во вторник вечером в среду а изменение числа заявок несколько хозяйственном секторе от и депи то есть это предварительный фарм payrolls также изменения по запасам нефти ну и собственно в четверг выйдут данные по менеджерам по закупкам от в непроизводственном секторе от аэсм здесь также дается небольшое снижение ну вероятно что данное снижение закладывается как раз на фоне роста случаев заражения коронавируса которое было в ноябре но тем не менее на длинной дистанции на дистанции там два-три месяца скорее всего позитив по вакцине сможет это нивелировать тем более есть вероятность того что к 11 декабря уже могут пойти первые вакцинации если идеи конечно в экстренном порядке одобрит вакцину от файзер а ну и пятница это non-farm payrolls то есть количество вносознанных рабочих мест не сельского хозяйства не а давайте откроем ту статистику то есть ту динамику которую мы видели за последние несколько месяцев то есть фактически если мы возьмем по по историческим данным в ноябре мы видели 638 тысяч в октябре 661 тысячу соответственно в сентябре тысяча один миллион триста семьдесят тысяч сейчас актуально ожидается 638 да то есть на текущий момент 638 тысяч прогноз все-таки есть на снижение на 7 миллионов ну довольно таки сильное серьезное снижение здесь может произойти в данном случае но опять же на фоне как раз обстранение коронавируса конечно вот данное снижение но ну соответственно может произойти но опять же еще один момент мы сейчас будем с вами уже смотреть по графикам рынки находятся опять же на локальных максимум то есть это и локальный максимум по евро то есть локальный минимум по американскому доллару и локальный максимум по по нефти по индексам по ряду акций меня вполне вероятно что данный как раз данная показатель может привести к определенной коррекции которую мы можем увидеть на рынке и собственно теперь давайте пройдемся по ключевым инструментам евро евро бьет новые локальный максимум то есть остается совсем несколько ну совсем чуть-чуть до локальных максимум которые мы видели в начале августа соответственно сейчас опять же все менее менее интересно заходить в покупки поэтому здесь я буду для себя просто ждать соответственно коррекции но с точки зрения часов тайн-фрейма а у нас здесь ничего не меняется сегодня мы торгуемся опять по локальным максимум фактически с открытия уже обновили максимум пятницы и меня данная тенденция она также меня продолжается поэтому здесь я для себя лично буду ждать именно коррекции ну и заходить пока мы тем более торгуемся в данном канале у нас сформирован а на такое боковое движение фактически за последние несколько месяцев то есть верхняя граница 1.20 нижняя граница 1.16 в этом диапазоне мы околеблись вполне вероятно что можем опуститься еще раз до 1.17 до 1.16 и вот оттуда я уже конечно буду заходить но если туда не опустимся уже буду заходить даже чуть ниже да но на продолжение пока укрепление евро против американского доллара а по британской валюте картина также похоже мы видим что британской валюты не может удержаться выше максимум в области 133 91 также мага локальный максимум который мы видели в начале сентября и на прошлой неделе также у нас началась коррекция от этих уровней ну конечно пока она еще меня не получила полноценного развития но тем не менее мы видим что пятница закрылась все-таки ниже чем открылись и это может также давать определенного рода предпосылки на то что коррекция может начаться по британской валюте ну и собственно уже остановки данного коррекционного движения примерно в области там 1.30 даст также неплохие точки для входа на продолжение как раз данного роста поэтому здесь помню британской валюте мы можем готовиться а по паре американский доллар канадский доллар обновляем локальный минимум и то есть пока продолжает получать развитие вот данная нисходящая тенденция мы опять же торгуемся по локальный минимум где продавать конечно не самая лучшая идея поэтому на текущий момент по данной валютной паре я тоже ожидаю ожидаю коррекции ну и собственно жду пока она где остановится то есть остановится там где она остановится и зависимости от того где вновь получится импульс продолжения как раз нисходящего движения в зависимости от этого я буду уже и принимать а дальнейшее решение по ходу меня в сделку но на текущий момент мы видим что падение продолжается сегодня мы торгуемся уже ниже на чуть ниже открытия но пока не обновили минимальное значение пятница но пока туда же туда все и движется а по паре американский доллар японская иена здесь есть некоторая передышка в том нисходящем движении который мы видим мы видели а мы видим что в середине ноября локальный минимум был выше чем в начале ноября и фактически с текущих уровней есть также предпосылки начала еще одного восходящего движения то есть так была коррекция но она не получила сильного развития поэтому если доллар иена сможет закрепиться сегодня выше отметки 104 28 это максимум пятницы то мы можем говорить о том что в среднесрочной перспективе по крайней мере у нас формируется еще раз восходящая формация и если уже по ее завершению будем смотреть где она становится и искать точку для входа на продолжение нисходящего движения то есть но пока тренд все-таки остается нисходящий но есть некоторые предпосылки на то что может начать меняться по паре австралийский доллар американский доллар также мы находимся на локальных максимумах от которых покупать тоже неразумно то есть я ну эти эти мои слова уже продолжается там на протяжении двух недель ну собственно я кроме золота ничего не покупал за последние три недели и собственно сейчас пока все еще жду поэтому надо австралийский доллар тоже находится на локальных максимум пока локально продолжается восходящие движения но не самые опять же оптимальные точки для входа на продолжение роста и точно такая же картина с новозеландцем столь разница что новозеландец а вообще торгуется на локальных максимумах если посмотреть даже недельный таймфрейм то фактически мы подошли к локальным максимум который мы видели в восемнадцатом году то есть здесь есть конечно еще куда расти в области 0.75 то и в 87 долгосрочной перспективе но пока мы говорим о больше таких локальных уровнях которые здесь у нас сформированы поэтому по новозеландцу тоже я занял выжидательную позицию золото а вот золото продолжила еще одну волну падения то есть фактически можем здесь говорить о начале ну такого фазы нисходящего движения которые здесь получают определенное развитие и собственно с текущих уровней мы можем ожидать продолжение еще падения на тысяча шестьсот девяносто вполне вероятно туда можем упасть я на лично для себя попробую небольшим объемом покупать золото в том случае когда будет сформирован уже сигнал на часовом таймфрейме еще раз буду пробовать него заходить но опять же пока пока этого не было я ждал что это может произойти в пятницу но в пятницу мы увидели еще один рыбок нисходящего движения то есть фактически это было тоже связано с позитивом на фондовом рынке потому что сейчас золото как защитный актив конечно не столь привлекательны потому что фондовые рынки растут на они сейчас перекуплены поэтому технически здесь может как раз сформироваться еще одна волна восходящего движения которое ну свою очередь а мы можем увидеть виде коррекции на фондовом рынке и росте на рынке золота поэтому пока золото я не списываю до с точки зрения торговых идей а продолжая также за ним следить а вот фондовый индекс и опять же находится на локальных максимумах индекс дац пока все еще не обновил локальный максимум который мы видели феврале то есть здесь еще остается порядка 3 столь процентов до обновления исторических максимум все мы видим что всё сложнее и сложнее особенно последнюю неделю ноября было двигаться на в сторону укрепления потому что мы находимся на локальном максимуме то есть этот максимум в эту область сопротивления у нас еще Она начала сформироваться в июле, и все еще мы пока не можем идти выше данного ценового значения. Поэтому, опять же, пока заходить на покупку по DAX, здесь я тоже пока считаю преждевременным. Сегодня мы открылись понижением, хотя сейчас уже на открытии европейской сессии мы видим, что индекс DAX последние два торговых часа отыгрывает то падение, которое было. Вполне вероятно, что сегодня обновление локальных максимумов мы сможем тоже увидеть. Ну, а индекс S&P 500 начинает корректироваться. Здесь тоже довольно-таки интересно то, что сегодня с открытия. Но, опять же, здесь рынок отыгрывает тот негатив, который может быть. Это в том числе и то заявление Трампа, которое последовало на этих выходных с точки зрения блокировки китайских компаний. И, конечно, локальная перекупленность на текущий момент. Поэтому сейчас мы уже видим, что торговля по S&P 500 идет ниже минимум в пятницу. Соответственно, здесь мы можем предполагать начало коррекционного движения по S&P 500. Поэтому здесь сейчас нужно взять, ну, наверное, паузу с точки зрения того, чтобы входить по данному инструменту или добирать акции в портфель. Потому что вполне вероятно, что можем опуститься в область 3 500, 3 450. Вот оттуда, конечно, докупать акции уже будет гораздо более интересно. И заходить тоже по самому индексу S&P 500. По нефтемарке Brent. Ну, мы с вами сегодня уже говорили, то, что начинаются переговоры ОПЕК+. Соответственно, нефть забралась до локальных максимумов, которые мы видели в начале марта. Собственно, пройдя довольно-таки неплохой период роста, начиная с первого дня ноября до локального максимума. То есть, нефть отросла порядка 40%. То есть, на текущий момент показывает 35%. Ну и, соответственно, нефтяные компании тоже были бенефициарами данного роста. Вопрос, сможет ли нефть продолжать расти дальше, но вот это многое будет зависеть как раз от тех переговоров, которые будут идти ближайшие 2 дня. Вполне вероятно, что на конец года мы можем видеть нефть в районе 52, 53, а то и 55. Ну и, как я уже говорил, среднесрочный, долгосрочный прогноз, ну, среднесрочный прогноз на следующий год, это нефть где-то в районе 60. Ну, посмотрим, сможет ли она там оказаться. Неделя также может быть довольно-таки активной, может быть довольно-таки волатильной. Очень много событий на рынок влияет. Ну и большой вопрос, будет ли новогодние ральные, которые мы, как правило, видим в декабре. Соответственно, продолжим следить за ключевыми событиями, продолжим следить за ключевыми новостями. И встретимся с вами в среду, также разберем уже текущую ситуацию, что на рынке произошло и что ждать актуально. Не забудьте поставить лайк, если понравилось это видео, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Кстати, по тем вопросам, которые вы оставляете, они не совсем подходят для темы как раз данных видео, но я постараюсь их отфильтровать, отсортировать и дать те ответы, которые можно будет дать в рамках данного видео. Поэтому я благодарен за те вопросы, которые вы оставляете, я их для себя фиксирую и я также постараюсь на них ответить уже в ближайшее время для разбора. Всем спасибо за внимание, всем желаю хорошей торговой недели, всем спасибо и до свидания.